Царю небесный И же везде, Сын, и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателю, Прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, И спаси, блажен души на ваша. Господи благослови! Валерия спрашивает Хочется почувствовать сердцем, как любили Христа жены-мироносицы. Ведь между ними была любовь, между ними не было соревнования, ревности, зависти. Много лет хочется прикоснуться к тайне этой любви, Но все равно скатываюсь на душевное и человеческое, и теряю связь с Богом. Прошу ваших молитв. Когда Яна Лесточника преподобного спросили, А почему сейчас не воскрешают мертвых христиане? Почему не ходят по водам? Почему не говорят другими языками? И все вот эти Неординарные вещи. Иоанн Лестничник сказал, ответил очень коротко, А где вы нынче видите преподобных? Все это возможно в состоянии преподобия. Человекам это невозможно. Как апостол Петр восклицает в недоумении, А кто же это может понести? И Господь ему отвечает, Человекам это невозможно, Богу возможно все. Проблема в том, что где вы нынче видите преподобных? Преподобных не только, которые совершают внешние чудеса, А преподобных, которые совершают главное чудо, Чудо преображения сердца собственного. Сердце, в котором обычно уже как должное Живут страсти, ревность, соперничество, Злоба, грязь всякая. Так вот, чудо преображения сердца, Изменение сердца. Вдруг гордое сердце становится кротким сердцем. Вдруг завистливое сердце Отдает предпочтение очень легко и просто другому. Злое сердце становится кротким, Завистливое, добрым, Жадное, Бескорыстным. Где нынче мы видим? Но неужели это невозможно в настоящее время? Пока церковь жива, В ней возможна святость. Не праведность, не интеллигентность, не культурность, А святость – это нечто другое. Культуру мы можем воспитать сами по себе, Стабильным усилием, работой над собой. А святость – это нечто другое. Святость – это не наше, Не то, что в нас, от самих себя. Святость – это присутствие Духа Божия, Который несет с собой вот это чудо. И цель христианской жизни, как батюшка Серафим говорил, В стяжании Святого Духа Божия. Не в доброделании, просто как таковом. Доброделание знает и мир неверующий. Мы не просто делаем добрые дела, Мы стяжаем Духа Святого Божия. И правильная духовная жизнь выстраивается Вот в этом непрестанном искании, И стяжании Духа Святого. Правильная духовная жизнь, Если она правильно выстроена, Правильно выстроена молитва, Аскеза человека, Его внутренний подвиг, То он начинает приобретать. Если неправильно выстроена, Он тратит время, тратит силы, Но ничего не приобретает. Работает бесплатно, тунь. Поэтому нужно искать правильной духовной жизни, Нужно искать, что такое настоящая молитва. Не чтение, понимаем, молитва словом, Не просто выстаивание служб, А искание, что же это такое молитва. Молитва, как состояние соединения с Богом, И пребывание даже не перед Богом, А внутри Него. Он внутри тебя, а ты в Нем. Поэтому, если вы хотите переживать то, Что переживали жены Мироносец, Нужно согласиться на труд стабильный, Трудный, долгий. И еще я прибавлю одно слово, Правильный труд. Потому что я говорю, Можно употреблять усилия, Но не достигать цели. Потому что просто идем не в ту сторону. Нужно искать, выстраивать Правильную духовную жизнь. Давай дальше. Георгий Самара, Как быть, батюшка, Если духовник не благословляет Иисусову молитву на правилах, А только молиться ей в течение дня? Ой, такой непростой вопрос. Но, слава Богу, в течение дня вам разрешает, Пусть весь день у вас будет правило. Весь день, если он вам не разрешает Направили читать, Но днем разрешает, Пусть весь ваш день и вся ночь Будет вашим правилом. Говорите, целый день Иисусу молитву Иисусе, 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 Иисусе. Только с одним очень главным условием. Иисус не там. Иисус вот здесь. Когда вы говорите Иисусе, Не направляйте свою мысль вовне. Измените вектор. Направление. Он вот здесь. Царствие Божие внутрь вас есть. И поэтому ходите не пред Богом, А ходите в Боги. И поэтому целый день, Слава Богу, Он вам разрешает целый день. Вот и говорите, целый день, Только направление всегда. Помните. Не обращайтесь к Иисусу, К какому-то далекому, космическому. Обращайтесь к Иисусу, Который вот здесь. Иисусе, 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 Иисусе. Вот иногда, знаете, когда человек, Он вроде бы в обществе, Но он задумался о чем-то своем. И вы видите, что даже по его взгляду, Видите, что взгляд направлен не в сторону вас, А куда-то у него в другое место взгляд направлен. Глаза-то моргают сюда, А смотрит он не сюда. Вот целый день. Пусть глаза смотрят на этот мир, Чтобы об чем-нибудь не расшибиться. А глаза ума пусть туда все время, Иисусе, 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 Иисусе. Поверьте мне, когда выстроится, Но это долго, стабильно, Большой срок нужен, большое сердце. Когда выстроится Иисусе, Вы можете не оставлять своих обязанностей, Все их делать, И не терять Христа, Который внутри у вас, в сердце. Юлия, При чтении Иисусовой молитвы Как-то странно себя чувствую. Не хватает воздуха. Хотя молодая, И читаю немного, По 50-100 раз. Что делать? Да не пугайтесь, Все выстроится. У вас может не хватать воздуха По естественной причине. Когда вы пытаетесь Сконцентрироваться на внимании, Естественно, у вас физиологически Затаивается дыхание. Так человек устроен. Я вот часто привожу пример, Когда человек пытается вдеть нитку в иголку, Что он делает? Он затаивает дыхание, Он сосредотачивается. И поэтому в самом начале, Когда вы пытаетесь Своё внимание сосредоточить, У вас интуитивно происходит то, Что вы затаиваете дыхание. Этим дыхательным средством Пользовались святые отцы, Которые пытались внимательно молиться. Они наоборот начинали сознательно Затаивать дыхание. Ну дыхать, дышать не борзясь, А очень сдержанно. В верхней части груди, Не вот так, А очень затаенно. И это помогало им Сосредоточиться на теме. А у вас не хватает дыхания, Просто ваша психосоматика Ещё не выстроена В этом новом для вас деле. И поэтому Это всё выстроится, Всё пройдёт. Не задохнётесь. Юлия, Если стараешься Изо всех сил делать так, Чтобы не быть в конфликте, А люди используют это без жалости. Нет сил, Обязанности кругом, Прав никаких. И здоровье на нуле. Где здесь место для мира? Господь не запрещает нам высказаться. Господь не запрещает нам сказать, Я не могу, Это моя граница, Это моя норма. Господь хочет, Чтобы мы это говорили вежливо И коротко. Это не значит, Что с любым человеком, Который встретится на пути, Мы должны идти куда угодно, И исполнять всё, что угодно, В угоду ему. Нет, это неправильно. Мы должны с любым человеком Быть вежливы. И отказывая ему иногда, Мы должны делать это вежливо. Простите, Это вот моя граница, Дальше я не могу. Простите, Не обижайтесь. Хорошо бы научиться говорить Лаконично, Коротко и понятно. Без норовоучений, Без каких-то длинных речей, Которые Обязательно нас смутят и поссорят. Простой добрый человек Говорит очень просто, Коротко и не обидно. Он даже отказывает, Не обидно. Добрый человек Отказывает, Не обидно. Серафима, Недавно умерла моя мама, Предстоят сороковины. И мама, И все мои родственники Мусульмане. И поминки будут проводиться Согласно мусульманским обрядам И обычаям. Как мне вести себя? Ведь мне нельзя участвовать в молении. Мне на это время нужно выйти? Но если вы понимаете, Что вы как христианин Не хотите участвовать В мусульманском молении, И если вы мудрый, Деликатный, Вежливый христианин, Вы найдете повод сами, Как это сделать вежливо, Чтобы никто даже внимания Не обратил? Согласитесь, Правда же? У каждого есть разум. Другое дело, Если вы начнете там Позиционировать себя Очень громко, Ярко, Что вы христианин, И что вы не... Но это уже будет, Конечно, глупость. Сделайте это деликатно, Чтобы никого не напрягать, И вам будет легко, И людям будет не смущенно. Дальше. Муж любит и оправдывает Своих родственников больше, Чем меня. Меня обвиняет Устала. Избегаю его. Одно утешение Службы. Это грех? Ну, слава Богу, У вас есть утешение. Приходите домой со службой Утешенной, доброй, спокойной. Ой, да вообще Несть человек и же не согрешит. Нет праведного ни одного Пред Богом. У каждого есть свои недостатки. У каждого есть Плохие черты характера, Свои слабости, Какие-то свои привычки. И у вас, и у него. Как Господь говорит, Тяготы друг друга носите, И так и исполните Закон Христов. Он же в каких-то Ваших чертах характера Тоже вас терпит. Ну, правда же? И вот эта вредная свекровь Тоже в чем-то вас терпит. Но мы каждый Навстречу друг другу Делаем посыл От своего внутреннего состояния, Которые У каждого из нас Несовершенны. Я не говорю, Что нужно все оправдывать. Просто я вам даю повод Как, ну, потерпеть. Потерпите ради Христа. Если в какой-то Вот из своего опыта Покопайтесь в своей жизни. В какой-то Вспомните моменты, Когда вам хватило Мудрости и терпения Не ответить, Не вступить в конфликт. Как было потом хорошо. Суть спора Не изменилась, Но После вкусия Другое. Давай дальше. Татьяна. Когда подаю Заказные записки В храме, Потом во время службы Батюшка их прочитывает. Но читает Только первые Два имени В списке. И все остальные Имена не прочитываются. Я смущаюсь От этого. Лучше бы вы молились, А не смущались. Честно говоря, Я никогда не наблюдал, Чего там прочитывают, Чего не прочитывают. Если вы будете Этим заниматься, Вы постоянно будете В каком-то недоразумении. Даже И объективно, И субъективно. Бывает, знаете, Как так? Батюшка Стоит, Пару имен произнес, И потом перешел Умом. Прочитал. Но вы же не в его Мировоззрении. Вот вы выхватили что-то. Делайте все бескорыстно. Как вот бывает так, Что сделали пожертвование В храм, А потом ходят И проверяют. Как вот я в соборе Служил когда-то, Одна бабушка принесла ковер, А потом ходила, Месяц нас долбила. Где мой ковер лишить? Я через месяц говорю, Ой, отдайте ей ковер. Да не нужен нам ковер, Нам так без него было хорошо, Без этого ковра. А сейчас нам такая проблема С этим ковром. Да, дайте ей. Можем еще вам дать ковер, У нас есть. Нужно все делать бескорыстно. Сделал и забыл. Подал. Не контролируйте. Господь все устроит. А если вы все время пытаетесь контролировать, Вы все время что-нибудь найдете. Ну, это естественно. А бес еще поможет. Готовилась к исповеди, Записала все грехи на листке, Но в храме оказалась общая исповедь. Простятся ли мне грехи, Записанные мной, Или только те, Которые произносил батюшка? Я думаю, самое главное – это посыл. Вот то, что от нас происходит. Вот эта ситуация произошла уже не от вас. От вас было вот это вот желание. Искреннее. Поэтому вы и писали, Поэтому вы и несли. А то, что произошла неподробная исповедь, А общее – это уже было не от вас. Свою часть вы исполнили, И слава Богу. Другое дело, Если вы поискали повод не подойти, Но это уже от вас. Ну, смотрите, всегда разумно. Мария спрашивает, Как объяснить ребенку, Что желание человека Еще при его жизни на земле Быть кремированным после смерти – Это ненормально? Ой, я думаю, ненормально с ребенком На эти темы говорить. Чего вам не о чем с ребенком поговорить? Что вы его грузите кремацией там Или какими-то такими сложными вещами? С детьми нужно попроще. Ребенку простая пища нужна. А вы его с детства уже грузите Какими-то сложными материями. Да уходите вы от сложного И старайтесь попроще. Попроще. Старайтесь с ребенком. Ребенок пусть подольше живет Сердцем, чем разумом. Вот и общайтесь с ним побольше. Как хорошо, когда фоновая музыка идет. Сразу беседа другая. Да? Понравилось? Сергей, мой сын... Молодец, молодец. Серега, это ты, что ли, хулиганишь? Сергей спрашивает Мой сын 10 лет Совершил кражу конфеты в магазине Был в компании других ребят Я об этом узнал Сначала сын отнекивался Потом сознался сам В семье нет недостатка ни в чем Как я, как отец Должен отреагировать в этой ситуации? Должен ли наказать? Вот услышите меня, что я сейчас вам скажу Отец не должен этого спрашивать Отец должен сам чувствовать Как он должен отреагировать Если вы проваливаетесь в отношениях с сыном Значит, у вас Как у отца что-то неправильно У него конфеты А у вас гораздо больше Отец не должен задавать этот вопрос Отец должен сам чувствовать И должен сам в себе искать этот ответ Отец должен быть любящим И вот любовь ему подскажет Правильность действия Отталкиваетесь от любви к своему ребенку Любовь, конечно, не предполагает баловать детей Она широкий инструментарий дает воспитание Но вы должны это чувствовать Поэтому вы займитесь собой Пусть этот вопрос будет к вам Вы не знаете, как поступить со своим сыном Это ваша проблема Это больше, чем конфеты Это серьезно Поищите сами Поищите выход Поищите не теорию Не убедите себя чем-то А поищите результат Не просто, что вы ему все сказали И все правильно сказали А результата нет Значит, ваше правильно Где-то что-то неправильно Вы ищите неправильные слова А результат, который даст Ваши действия И наказывать можно И прощать можно И ласкать можно Пусть сердце Это происходит из сердца И они из головы Пусть ваше сердце постоянно Подсказывает Я не говорю Я не говорю, что это просто Я не говорю, что У меня так Я сам себе часто говорю Ты проваливаешься Как отец Ты делаешь ошибку И вот это уже вина твоя Дальше Нынче поголовно Народ сидит в интернете В том числе и православные Ага Да, да, да Ленка с этой Сидят в интернете С Лизой По уши залезли туда Вопросы православные выковыривают Силы душевные уходят от этого Читать или молиться стало труднее Слушаю духовных писателей Святых молитвы Тогда еще ничего Как слезть? Оправдываю себя, что слушаю и смотрю На хороших сайтах Ага Хотели, как лучше получилось, как всегда На хороших сайтах висели, висели и зависли Господи Ну как слезть? Просто слезть У меня У меня был телефон такой Куда надо пальцем вот так водить Я его выкинул Купил кнопочный Потому что сам стал залазить На хорошие сайты Интересные православные сайты И понял, что даже это меня опустошает Время теряется Вроде в православном сидел сайте А для души вред, потому что чрезмерно Ищите сами средства Вот на Афоне я на короле расписывал храм И там отцы пустынники Мне говорили Знаешь, вот сколько вот там В море телефонов лежит Приезжают добрые паломники Говорят Отец Мы раз в год всего можем сюда приезжать А как бы нам хотелось с вами побыть В духовном общении Чтобы нам обогатиться Мы вам вот привезли Айфончик Отец его перекрестил Говорит Буду включать только на 15 минут На беседу с вами Через месяц он на 15 минут Выключает его только Доходит до какой-то крайней точки Говорит Я здесь не спасусь Даже в пустыне Телефон в море Подвязается месяц-два Приезжают добрые православные паломники Они говорят Знаешь, сколько там телефонов лежит Опять мы искусились Опять взяли Эту заразу Давай, Даша Рассылки от срочных молитв До запугиваний другое И мы православные Все шлем и шлем Пыталась говорить своим Чтобы не слали Что отвечать придется За эти слова или видео Которые мы не можем проверить А они Из-за греха-то не считают Как быть? Да вы сами Не занимайтесь этим И хотя бы из миллиона Одна миллионная Уже не будет этим заниматься Глядя на вас Может быть потом еще 10 человек Тоже перестанут Вот в этих православных рассылках Ладно бы там еще что-то доброе слали Святое А чаще всего какие-то Сплетни шлют Православные друг другу Глядя на вас Может еще 10 Уже вас будет 11 Сами не занимайтесь этим Тем более Вот действительно Вот вы хорошее слово потребили Мы не можем проверить Эту информацию И сразу проглатываем Если бы так вот Не проверив Что-то проглотили Отравились бы А так же душа травится Непроверенной информацией Зачем она вам нужна? Столько всякого пишут Я как-то вам уже рассказывал Однажды пришла ко мне Молодая девушка Вот там я исповедовал Она подошла Говорит Отец Сергий Я пришла просения попросить Я столько про вас гадости говорила Я говорю Так я вас вроде первый раз вижу Она говорит Я вас тоже Я просто слушала Чего говорят И передавала Сама принимала Еще и другим передавала А сейчас я пришла на вас посмотрела Мне стало стыдно Простите меня Пожалуйста Вот так же мы передаем Про патриарха Про епископов Про священников Про правителей Посмотрите как страшно Спрашиваешь откуда ты это взял Из интернета Интернет каким авторитетом для нас стал Интернет Я понимаю неверующим людям Но верующие люди Вы Ну подумайте Вы доверяете интернету Безоговорочно Ведь это опасно Дальше Это здесь кончились Да Еще один Давай Ирина Батюшка Почему я не чувствую Божью любовь Так как я например чувствую Любовь Допустим Мамы Ведь Божья любовь В сотни раз сильнее Я как-то приводил пример Вот как можно человеку доказать Что есть солнце Если он слепорожденный Чем вы будете Каким инструментарием будете пользоваться Чтобы доказать ему Что есть солнце У вас нет этих инструментов Если у него не будет зрения Вы не докажете ему Что есть солнце Кто-то мне говорит Он чувствует тепло То он скажет Да вы меня подвели К лампе Которая греет И все Докажите мне Что это не лампа А солнце Никак И поэтому Чтобы Увидеть Бога Почувствовать Бога Нужно чтобы Ваше внутреннее Ваше внутреннее Духовное зрение Прозрело Бог видится Не телесными очами А Бог видится Внутренними очами Духовными Очами души И самое главное Что это не иллюзия Это объективный пример Тысяч Миллионов Святых Которые В правильной Духовной жизни Реанимировали Своё зрение Духовное И это происходит Очень постепенно Как в том Евангельском сюжете Когда Господь Возвращает Зрение Слепорождённому И говорит Сейчас что ты видишь Он говорит Вижу очень смутно Вижу людей Как деревья Потом Господь Говорит Теперь как видишь Теперь лучше А потом совершенно Вот так происходит Наше Прозрение Духовное Мы понимаем Что весь этот Прекрасный мир Кто-то создал Мы постоянно Видим его следы Следы его творчества Но чтобы увидеть Его самого Святые Занимались Духовной жизнью Всю жизнь Вот даже Человек Приходит Учиться Музыке Ведь он Слышит Из настоящей Музыки Очень-очень Мало Сначала Он слышит Очень-очень Примитивно Ну вот Основную Такую Мелодию А ведь Чтобы начать Слышать Оттенки Это надо Очень-очень-очень Долго Заниматься Музыкой Кропотливо Стабильно Много лет И вдруг Человек Начинает Слышать Вот те Оттенки Которые Для него Раньше Не существовали Я не знаю Правильно Я сейчас Передам Или нет Я однажды На Афоне Был В паломничестве Один И встретил Молодого человека Тоже Паломника Который Занимается Профессионально Византийской Музыкой И у нас Завязался С ним Разговор И я ему Сказал Говорю Знаешь Для меня Она Вот эта Византийская Музыка Какая-то Заунырная Тяжело Воспринимается И он Как человек Профессионально Занимающийся Этой музыкой Он мне Сказал Так Может быть Я сейчас Неправильно Передам Но это Суть И не Меняет Он говорит Понимаете Батюшка Вот Греки Тем более Древние Греки Они были В искусстве Настолько Талантливы Вот Если Ухо Простого Статистического Человека Слышит Полтона Четверть Тона То Вот Ухо Талантливого Человека Который Живет В этой Культуре Оно Слышит Одну Восьмую Одну Там Десятую Тона И их Музыка Строится Вот В этих Тонких Моментах Которые Для нас Просто Не слышны А они Их Слышат И вот Они Их Вот Там Пишут И там Воспринимают Также Духовная Жизнь Камертон Духовного Человека Настроен На Одну Двенадцатую Еще Тоньше И тоньше И тоньше Эти звуки Для нас Вот это Пространство Духовное Для нас Не существует Вот Не случайно Говорят Что Животные Вот Дельфины Общаются На той Частоте Которая Для Человеческого Уха Не Не воспринимается Поэтому Нам кажется Что Рыбы Молчат А они На самом Деле Говорят Просто На той Частоте Которая Не Способна Услышать Человеческое Ухо Духовная Жизнь Происходит На той Частоте Эту Частоту Наша Атрофированная Грехом Человеческое Ухо Око Сердце Не воспринимает Оно Слишком Наше Сердце Огрубело Мы Чувствуем Только Грубые Вещи Грубое Состояние Так вот Чтобы Утончить Своё Сердце Чтобы Оно Начало Слышать Видеть На вот этих Тонких Очень Нотках Святые Этому Посвящали Всю Жизнь Михаил Отец Сергий Помогите Очень Часто Раздражаюсь И Говорю Грубости Оскорбляю Жену Злюсь На Детей Хожу В церковь Кое-как Молюсь Иисусовой Молитвой Но Стал Хуже Исследовал Себя И не Вижу Что Я Не так Делаю Ну Чего Не так Делайте Сердитесь Вот Это Не так Да У меня То же Самое Я Каждый День Не Отчаивайся Говорю Отчаивается Ну Чего Отчаиваться Это Последнее Дело Лучше Каждый День Пытайся Заново Каждый Новый Раз Пытайся 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 Может Быть На Тысячный Раз У вас Что-то Получится Это Уже Согреет Оптимизмом Ваше Сердце Какую-то Надежду Вселит Что Ну Хоть Немножко Но Возможно Пытайтесь 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 И Чтобы Сердце Ваше Было Мягче Добрее Ласковее Смотрите На Святых Читайте Думайте О них Обращайтесь Ко Христу Давай Дальше Здравствуйте Батюшка Подскажите Пожалуйста Начала Читать Библию Язык Сложный Смотрела Разные Переводы Они Разнятся Я Недавно Начала Воцерковляться Что Для Начинающего Лучше Читать Что Для Начинающего Лучше Читать С уважением Виктория Лучше Начните Священное Писание Читать С Евангелия Ветхий Завет Не надо Пока Начните С Евангелия Но Не Подходите К нему Не Не изучая Его Читайте Легко Что Для вас Сейчас Сложно Не пытайтесь Сами Себе Растолковать Идите Дальше Вы Будете Постоянно Черпать Из Евангелия Ту Меру Которую В Которой Вы Находитесь Евангелие Оно Бездонно И Не Пытайтесь Сразу Постичь Всю Его Глубину Вы Сломаетесь Это Невозможно Оно Открывается Понемножку Понемножку В меру Духовного Возраста Поэтому Читайте Евангелие Очень Легко Не Интеллектуально Не Вгрызаясь Вот В глубину Смысла Еще Плохо Если Не Поймете Еще Хуже Если Поймете Да Не Так Вот Это Еще Хуже Дальше Ирина Здравствуйте Дорогой Батюшка Как Часто Можно Бросать Жребий Если Не Знаешь Как Поступить Господи До Трех Раз В Неделю Я Не Знаю Я Никогда Этого Не Делал Поэтому Это Я Не В Теме Насчет Жребия Не Знаю Я Я Не Могу И Совершенно Вот Сейчас Категорически Сказать Что Все Это Язычество Там Или Что Все Таки По-моему Апостолы Где-то Там Жребия Бросали Когда На место Иуды Выбирали Когда Патриарха Тихона Выбирали Тоже За Владимирскую Три Три Записочки Клали Это Тоже Какая-то Ну Может Относится К жребию И Да И Вытянул Старица Алексей Засимовский Патриарх Тихон Это В некоторой Степени Тоже Жребий Но Лучше Бы Этим Не Увлекались Не Надо Владислав Отче Благословите Я Монах Я Монах Постриге Не так Давно Осталась С мира Пагубная Страсть К винопитию Иногда Крепко Выпиваю Молюсь Вы не Монах Извините Я вот сейчас Ни в коем случае Не оскорбляю Не Не грублю Вот Но все равно Вы не Монах Если Если человек В постриге Пьет Апостол Говорит Такие страшные Слова Не упивайтесь Вином В нем В нем Есть Блуд А я Я бы Продолжил Не только Блуд А все Остальное Вот где Пьянство Там все Остальное И не Категорично Чтобы вы Чтобы вы Содрогнулись Вернитесь В монашество Просто Никогда И Нисколько Вот Если кому-то Можно Кто Меру Соблюдает Вам Нисколько Никогда Даже Темы Этой нельзя Вообще За километр Обходить Пропадете Вы уже И не Мирской И не Монах Помрете Как вы Будете Отвечать Содрогнитесь И Начинайте Что-то Делать Искать Вот Категорично Вот Прям Изменения Бегите Оттуда Где Вас Это Искушает Хоть На необитаем Остров Батюшка Как избавиться От Постоянного Гнетущего Чувства Господи Все время Говорите Иисусе Иисусе И терпите Гнетущее Чувство Терпите Его И все время Говорите Иисусе 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 Это так Светло И так Сладко Что все равно Когда-то Оттуда Маленький Маленький Лучик Пробьется Вашу Душу Страдающую Иисусе 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 Как дышать Последнее Алексей Благословляете Читать книгу Моя жизнь Со старцем Иосифом Да ее Издательский совет Благословил Читать Там Откройте На первой странице Рекомендовано Издательским советом Русской Православной церкви И я дурак Сейчас буду Благословять Или не благословлять Там патриархия Благословила Издательский совет Рекомендовано Там написано А я скажу Не рекомендую Да Ну Не знаю Конечно Если у вас Духовник Есть Если вы Полетите После этой Книги Куда-то Он Со стороны Посмотрит На вас И дернет За ногу Плохо Когда нет Ни Духовника Ни Сатаинника Ни друга Который Со стороны Подскажет По большому счету Почему мы боимся Иногда Иногда Читать Такую Высокодуховную Литературу Чтобы не полететь Без крыльев Но с другой стороны Но вся церковная Литература Она высокодуховная Даже Жития святых Они написаны Другим Простым Слогом Языком Но они Все равно Описывают Чрезвычайные Состояния Людей Можно Прочитать Житие Марии Египетской И безрассудно Кинуться В пустыню И там Погибнуть Советуйтесь И не ошибетесь Ирина В разводе Хочу Остаться Безбрачной И уйти В монастырь А дочь Несовершеннолетнюю Можно с собой взять Или ждать Пока вырастет Как бы дочь Не надорвать А то вы сейчас Сначала из нее Попытаетесь Монахиню сделать А потом В вере бы ее удержать У меня много Примеров Когда родители Безрассудно Без Рассуждения Пытались Перекармливали Детей Православием А потом Они Все это Срыгивали И вообще Уходили Из церкви Не то что Там монастырь Они даже Про церковь Ничего не хотят Слушать Поэтому Будьте Осторожны Спасая Свою душу Как бы вы Не погубили Душу дочери Смотрите Наблюдайте За ней Чувствуйте Ту меру Ту меру Которую Она Может Проглотить Это Как мать Опять же Вы должны Сами Чувствовать Дальше Николай Спрашивает Мешает ли Монаху В духовной Жизни Общение С родственниками Попробуйте Да все же Через опыт Вот смотрите Есть у вас Молитва Или нет Вот это Главный Критерий Съездите К родственникам Утром Уезжайте Вечером Приедьте И вечером Вставайте На Иисусову И Вашу Иисусову Будет Постоянно Впечатление Дня Входить Размышления О родственниках Вот Вот ответ На ваш вопрос Дальше Кончились Нет Батюшка Поселок ОЗТП Объявлен Свободной Экономической Зоной Есть ли У монастыря По этому поводу Какие нибудь Планы Наши планы Попасть В рай Батюшка Где Где не будет Полов Ни женского Ни мужского О Если бы Человек Был так Примитивно Создан Что его Эмоции Были Только Бы Вот В этом Разрезе Но мы бы Были Просто Животными Но ведь Это Чем мы Отличаемся От животных То что Мы способны И это У нас Есть Но мы Способны Более Тонкие Духовные Состояния Жить То что Невозможно Для животных А там В Царстве Небесном Там вообще Не видел Того Ох Ока И не слышал Того слух Что приготовил Бог Любящим Его Мы об этом Даже рассуждать Не можем Поэтому Настолько Вот эти Грубые Состояния Эмоциональные Чувственные Отойдут На второй план Что Когда Господу Говорят Как там В Царстве Небесном Будут Жениться Он говорит Там не женятся Не выходят Замуж Там Пребывают Как Ангелы Там Как Ангелы Это значит Они живут Другими Состояниями Более Тонкими И в то же время Более яркими На фоне Которых Все это Просто Блекнет Все Кончились Николай Смартфон Монаху Вред А вас Как Слушать Все Загнал В угол Ну вот Меня послушаешь И выключаешь Сразу Вот знаете Когда-то Василий Великий Сказал Такую фразу Не говори Что Вино Грех Бог Не создавал Ничего Греховного Пьянство Грех Все В мире Как Апостол Говорит Все Мне Можно Но Ничто Не должно Мною Обладать Не Должно Переходить В страсть Ты Не Должен Становиться Пленником Если Вы Имеете Вот Эту Я Просто Не смог Поэтому Поменял Телефон Дай Бог Чтобы у вас Получилось Не могу Встать На молитву Ночью А без Этого Монах Не Монах Раньше Было Легко Подскажите Почему Потерял Это Ну Почему Чуть Чуть Нерадение Пусть Для вас Это Будет Горьким Опытом Вот Когда Все Таки Вернете Дай Бог Чтобы Вернули Давайте Сегодня Вместе Встанем Хотя Бо На 15 Минут Пусть Для вас Будет Горьким Опытом Что Вот Если Потерял И Закостенел В этом Очень Очень Трудно Возвращаться Очень Поэтому Бойтесь Потом Да Да Но мы С ним И так Станем Давай Кончились Вопросы Кончились Достой Горьим И Слав Слав Нейшую Без сравнения Серафим Безысления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Богу Нашему Слава Всегда Ныне Пресно И Веков